МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала 1-й Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. У Акимата Сатпаева живет бездомный мужчина с гниющей ногой. Власти и медики называют его старым знакомым. Новые технологии молочного производства презентовали Кариму Масимову в Жизкозгане. Глава правительства с рабочим визитом посетил Карагандинскую область. Военнослужащие Национальной гвардии успешно ликвидировали последствия аварии на химически опасном объекте. В Караганде завершились республиканские тактические учения подразделений химической защиты. Обо всем более подробно. Бездомный житель Сатпаева гниет прямо на остановке недалеко от городского Акимата. 49-летний мужчина пугает прохожих ужасным видом торчащей кости на левой ноге и зловонным запахом. Врачи чиновники Сатпаева разводят руками. По их словам, мужчине уже не раз оказывали медицинскую помощь и определяли в центр адаптации. Но он все равно возвращается на улицу. Бездомного Александра Сальцкого с открытой гниющей раной на ноге знают многие. Он живет прямо на остановке недалеко от городского Акимата. На днях 49-летнего мужчину в полуобморочном состоянии спас житель Сатпаева Нурлан Кишкентаев. Он вызвал скорую помощь и лично доехал до больницы вместе с санитарами. Я увидел его на остановке вечером 23 августа. У него был ужасный вид. Он буквально истекал кровью. От него исходил неприятный запах гнили. Я тут же вызвал медиков. Сегодня супруга ходила к нему, отнесла немного продуктов и вещей. Вроде ему полегче. По словам медиков, ранее Сальцков несколько раз проходил курс лечения в больнице. Однако после выписки снова возвращался на улицу. Возможно, именно этот фактор подействовал на ухудшение здоровья. Сейчас дело может дойти до ампутации. Таких бездомных, по словам врачей, много и в Караганде. Они часто приходят в больницы, когда уже слишком поздно. Подолгу и абсолютно бесплатно лечатся. Но после выписки вновь возвращаются к прежнему образу жизни. Надо как-то этих людей размещать, как-то за ними смотреть. Потому что конечная станция приходится на врачей. Получается, они все необходимое делают. Сейчас в летний период как-то их меньше стало, но в зимний период увеличивается. Потому что приходят в тяжелом состоянии, с отморожением, с сильной алкогольной интоксикацией. Как оказалось, бездомного Александра знают и в Акимате. По словам чиновников, его неоднократно направляли в Центр адаптации Жасказгана. Однако оттуда он сбегал. Еще одна проблема – отсутствие Центра адаптации именно в Сатпаеве. Жасказган не всегда принимает иногородних. Его на прошлой неделе уже определяли в Жасказган. И он оттуда, получается, сбежал. И в этом жене первый раз за этот период, уже раза 3-4 его туда определяли. Документы у него есть, но он каждый раз оттуда умудряется уходить. Но он уже неоднократно доставлялся в город Жасказган, так как у нас Центра такого нет. Аем Амрина Александр Цирикидзе. Первый – Карагандинский. К другим новостям. Премьер-министр Карим Асимов посетил предприятие, которое обеспечивает металлоргов Жасказгана спецпродуктами. Новый комплекс по производству специализированных продуктов питания компании «Баян» начал работать в прошлом году в рамках карты индустриализации. В настоящее время цех выпускает 48 тонн творожной продукции, которая изготавливается по особой технологии. Также компания наладила производство витаминизированного молока и соков. Премьер-министру Кариму Асимову рассказали, что основная часть продукции реализуется местным предприятием цветной металлургии. Оставшиеся объемы направляются на прилавки магазинов Жасказгана, Сатпаева и других населенных пунктов Улытаусского района. Карим Асимов ознакомился с работой технологических линий по производству продуктов питания, а также продегустировал готовую продукцию. Визит на данное предприятие не случайен. Новый комплекс по производству специализированных продуктов питания возведен в рамках карты индустриализации. Финансирование проекта велось с трех сторон. По линии Государственного фонда поддержки предпринимательства «Дому», корпорация «Казахмыс», а также собственные средства компании. Общая стоимость проекта – 430 миллионов тенге. Выход на проектную мощность запланирован на 2017 год. По словам специалистов, особое внимание уделяется качеству продукции. Конечно, там определенные есть параметры, по которым должна продукция выпускаться. Это параметры, регламент, он допускается в лаборатории, непосредственно, которая занимается этим всем. И получается, он соответствует всем критериям, стандартам, которые на них наложены. Развитию перерабатывающей отрасли в сфере АПК, особенно в пищевом сегменте, правительство уделяет большое внимание. Производство качественных продуктов питания из сырья местных товаропроизводителей решает сразу несколько важных задач. Стабилизирует цены, снижает объем импорта, обеспечивает местное население рабочими местами и дает сельским жителям рынок сбыта. В региональную карту индустриализации входит 10 инвестиционных проектов агропромышленного комплекса, общей стоимостью 25 миллиардов тенге. Ввод в строй новых проектов позволит создать дополнительно 925 рабочих мест. Андрей Тенжак, Салык-Нурта, Александр Царикетзе, Первый Карагандинский. 17% названий населенных пунктов региона не соответствуют требованиям аномастики. 35% названий улиц, проспектов, бульваров устарели и требуют переименования. Особые нарекания жителей вызывают наименование Октябрьского, Осакаровского районов и поселков Осакаровка, Нуринск и Киевка. Будут ли они переименованы, выясняла Аймамрина. В период до 2010 года в области были переименованы город Никольский, нынешний Садпаев, Мичуринский, Уляновский и Советские районы, Наабайский, Бухаржрауский и Казбекбийский. Также новые наименования получили около 500 поселков, сельских округов, улиц, микрорайонов и так далее. В 2014 и 2015 годы комиссия по аномастике поддержала переименование четырех населенных пунктов, 87 улиц, одного микрорайона и 14 названий учреждений. В 2015 году комиссия по аномастике рассмотрела и одобрила четыре заявок на переименование по Караганде и Садпаеву, а также пять заявок по Жанаркинскому, Бухаржраускому, Нуринскому районам. Из городов Каражал, Приозерск, Сарань, Тимиртау за два года не поступило ни одного предложения. Зачастую при приеме заявок на переименование населенного пункта, района или улицы члены комиссии сталкиваются с непониманием со стороны жителей. Граждане нередко предлагают увековечить имена своих родственников. Глава региона поручил привлекать к общественным слушаниям объективных экспертов из числа оксакалов. Вопросы переименования улиц нужно анонсировать и чаще выносить на общественные слушания. Такие встречи лучше всего проводить с участием активистов-общественников и независимых экспертов из числа почтенных граждан области. В основном нарекания жителей вызывают устаревшие таблички с еще советскими названиями. Также очень много споров возникает из-за некачественного перевода наименований. В целом в ближайшее время могут быть переименованы 136 улиц и микрорайонов и 62 населенных пункта. Найти работу легко. Безработные могут обратиться в центры занятости населения по месту жительства либо через веб-портал электронного правительства. Для этого понадобится всего три документа – удостоверение личности, трудовая книжка при наличии и диплом. Кроме того, упрощены процедуры трудоустройства подростков. Единственное условие – письменное согласие родителей. Центры занятости населения должны работать по принципу одного окна. Соискателю обязаны найти подходящие вакансии в течение 10 рабочих дней. Если за это время работу все-таки не нашли, его должны зарегистрировать в качестве безработного. В таком случае горожане имеют право на бесплатные консультации, социальные выплаты и адресную социальную помощь. Изменение нормативно-правовых актов будет разъяснено местным исполнительным органом, который непосредственно реализует саму дорожную карту занятости. Занимается вопросом обеспечения занятости, сохранением стабильности рынка труда. И данный семинар в основном будет направлен на реализацию подзаконных актов принятого закона о занятости населения. Новый закон о занятости населения принят 6 апреля текущего года. Однако не все чиновники успели его изучить. В связи с этим министерство провело семинар для ликвидации безграмотности. Слушателями стали Акимы городов и районов. Азамат Абильдин приехал из Шетского района. Он заместитель районного Акима. По словам чиновников, в Шетске есть нехватка молодежных кадров. Желающим трудоустроиться помогут с жильем. Порядка 50% сейчас у нас рабочие места отданы под молодежь. Студенты работают в каникулярное время. И в целом молодые люди до 29 лет, которые являются продуктивно самозанятыми на селе. Мы через направление заключаем социальные контракты и с теми подрядными организациями, которые осуществляют работу по первому направлению, с ними этот вопрос в первую очередь отрабатываем. В новом законе прописаны и обязанности соискателей. Безработных могут снять с регистрации в случае отказа от двух предложенных вариантов подходящей работы, неявки без уважительных причин и тюремный срок. Повторная регистрация в качестве безработного возможна только через месяц. Аем Амрина, Исламбек Успан, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, а после продолжим выпуск. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Турнитуру Фарнакс, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Бесплатные консультации. Карагандинский филиал партии Нур-Отан продолжает проводить ежемесячные общественные приемные. Чаще всего горожане обращаются по вопросам здравоохранения. Проблемы карагандинцев выслушала Асель Сазанбаева. У Гульданы Смаиловой ребенок инвалид. Недавно женщина получила квоту на операцию в Астане. К специалистам Гульдана пришла выяснить, почему именно в Астане. Ведь подобные операции проводятся и в Караганде. Но за это нужно заплатить деньги. Более того, чтобы находиться с ребенком в больнице, необходимо тоже заплатить. Да, по постановлению нельзя, так как детям до шести лет только можно с родителями, да. А после шести нет. Ну, насчет медицины. То, что все платно. Куда не пойдешь, платно. Томография платна. Если дают квоту, то в Астану. Почему в Астану, когда можно по квоте в Астану ехать? А если деньги заплатишь, то тут можно. Если, значит, если я пошла платно, то я намеренно пошла. Значит, я не хотела ждать. Таких, как Гульдана, желающих разобраться с отечественной медициной, в общественную приемную обращается большинство. Именно поэтому руководитель управления здравоохранения – постоянный участник мероприятия. В здравоохранении были в основном вопросы именно реабилитации, оказания содействия, далее вопросы по госпитализации. Максимально все, что можно. В рамках законодательства мы окажем содействие. Традиционно общественные приемы проводятся в каждом государственном учреждении. Но раз в месяц специалисты собираются вместе. Бесплатную консультацию в области здравоохранения можно получить еженедельно. Также любой желающий может обратиться по телефону горячей линии. Что касается Гульданы Смаиловой, чиновники обещали разобраться и помочь. Но только в том случае, если в действиях медиков действительно были нарушения. А сердце Замбаева Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. Как эффективно расходовать бюджетные средства? Как не допустить халатного отношения подрядчиков к своей работе? Эти и другие вопросы обсудили члены партии Нур-Отан. В карагандинском филиале провели круглый стол, на котором обсудили вопросы по реализации государственной программы Нур-Лыжо. Государственная программа модернизации ЖКХ имеет много нареканий со стороны жителей. Горожане недовольны качеством ремонта. Эти и многие другие проблемные вопросы обсудили в областном филиале партии Нур-Отан. Особое внимание уделено реальным проблемам, среди которых не только жилищно-коммунальное хозяйство, но и дороги. Парагандинский. Программа модернизации ЖКХ сетей и восстановления денежных инфраструктур в Казахстане 16-й год запланирована с результатами 9,596,8 тысячи рублей. Развитие транспортно-логистической инфраструктуры. Этот вопрос также не остался без внимания партийцев. На сегодняшний день завершается строительство 93-х километров автодороги Астана-Тимиртау. Ремонт начался три года назад. Работы проводятся согласно графику, заявили на совещании. Если говорить о самой дороге, то всем известно, что дорога – это артерия любого государства. И Карагандинская область, ввиду своей географической расположенности, она ограничена с девятью областями у нас в Казахстане. И представьте, мы сейчас построили железную дорогу, которая проходит через Караган, уже с Казган-Бенео. И если сейчас мы еще построим данную дорогу, она соединит с север, с югом. И если мы еще включим, в 2018 году планируем ремонт дороги Караганда-Жизказган-Каздарда, ну, вы знаете, я думаю, что Караганда будет одним, если не сам, то одним из быстро развивающихся регионов. Главная работа всех комиссий в реализации программы «Нурлыжол» – это общий контроль за работой подрядчиков. Самое главное – это своевременная реакция чиновников на деятельность недобросовестных застройщиков. В этом и заключается ключевая партийная депутатская работа, говорят участники совещания. Асель Сазамбаева, Исламбек Успана, Александр Сирикидзе, Первый Карагандинский. В Караганде завершились учения подразделений радиационной, химической и биологической защиты Национальной гвардии. Завершающим этапом стала ликвидация аварии и последствия на химически опасном объекте. Местонахождение этого химически опасного объекта засекречено. Видеосъемка произведена пресс-службой Национальной гвардии. Обеспечены беспрецедентные меры безопасности. И все для того, чтобы не дать повода злоумышленникам нанести вред этому объекту. Но это в реальности, а по сценарию авария здесь все-таки произошла. Вместе с территориальными службами гражданской обороны последствия ликвидировали военнослужащие Национальной гвардии, подразделения радиационной, химической и биологической защиты. Во время учения были отработаны вопросы оповещения, взаимодействия и совместных действий по ликвидации аварии и последствий на химически опасном объекте. Вместе с личным составом РХБЗ Национальной гвардии в учения принимали участие специалисты департамента ПОЧС, сотрудники местной полицейской службы и работники предприятия. В процессе работы военнослужащие продемонстрировали в действии современные приборы разведки, которые стоят на вооружении подразделения химзащиты. По мнению начальника службы РХБЗ главного командования Национальной гвардии Даниэра Шакаева, учения прошли на высоком уровне. Поставленные задачи полигонных работ отработаны в полном объеме. Полигонная работа предназначена для слаживания подразделений РХБЗ, потому что здесь мы даем им практику работы с специальными машинами. Это автораживительная станция, разведка химической машины на базе УАЗ-469 и Борден-2РХ. Андрей Тен, Александр Царикидзе, 1-й Каргандинский. И последнее. Региональный конкурс-выставка «Лучший товар Казахстана» пройдет в Караганде 27 августа на набережной в Центральном парке. На сегодняшний день заявки на участие подали 83 предприятия. В номинации «Лучший товар производственного назначения» будут бороться 25 компаний. «Лучший товар для населения» – 42 и «Лучший продовольственный товар» – 16. Ежегодная выставка местной продукции соберет также ремесленников и туристические фирмы. В рамках мероприятия состоятся выставки сувениров к Экспо, а также туристических маршрутов региона. Малый бизнес может получить консультации, а крупные предприниматели – провести переговоры о сотрудничестве с иностранными коллегами. Напомним, что организатором конкурса с прошлого года выступает Палата предпринимателей и Акимат Карагандинской области. Конкурс пройдет в 11 раз. Стоит отметить, что с прошлого года на участие в конкурсе могут претендовать не только крупный и средний бизнес, но и индивидуальные предприниматели. Основными целями и задачами является повышение узнаваемости отечественных производителей, вовлечение их в конкурентную борьбу с импортом, ликвидация дефицита доверия к отечественной продукции. Областные власти отмечают, что участие в выставке бесплатное. Предприятия-победители награждаются дипломами и получают право принять участие в республиканском конкурсе выставки, который пройдет в конце года восстание с участием президента страны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова